всем привет вы на канале new life it's my life сегодня у нас 25 января пятница 10 градусов даже уже 11 11 градусов тепла и будет сегодня у нас аж до 22 вот дети едут в школу маришка на работе и у нас сегодня в школе очень интересный день то есть пижамный день сегодня день в который все дети могут приходить в пижаме я вам больше скажу в пижамах даже будут приходить учителя да я сам тоже возьмет высморкается вообще в школе все делается для того чтобы детям было как-то весело проводить время кроме учебы они занимаются там всякими интересными играми какие-то у них постоянные мероприятия ну в общем все делается для того чтобы детям было не скучно и что я могу сказать по своему опыту что американская школа очень не похожа на белорусскую и самое главное что я могу сказать то что но не видел я чтобы в беларуси дети сильно рвались в школу чтобы они прямо не могли дождаться когда каникулы закончатся или еще что-либо какие-то праздники а у нас если каникулы больше трех дней то на второй день катаринка уже кричит хочу к подружкам докторинг вот и в общем летние каникулы для детей которые самые длинные к это это как тягость они уже к концу первого месяца уже изнывают не знают что им делать как побыстрее пойти в школу а по праздникам значит кроме пижамного дня тоже расскажи как правильно называется праздник когда носки разные мисс мать дэй это день когда дети могут приходить в школу в разных носках в разных кроссовках что еще на на какие-то надевать одежды непонятные да до crazy hair day это когда можно на голове устраивать все что угодно то есть накручивать разные прически плетать в волосы все что в голову взбредет компакт диски бутылки ну то на что так сказать фантазии хватает вот можно красить голову можно всякие там не знаю из волос ставить ирокезы так так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Здравствуйте! Мы тут делали длинные панки. Да. Такое было один раз. Там одна девушка делала длинные панки и звонки. Просто как идти? Еще в некоторых классах устраивают день, я не знаю, как он правильно называется, когда можно приносить подушку, плед. Это так, как в некоторых классах можно. В некоторых классах, да? Не знаю, как он называется. Не помнишь название? Да, не помню. А, ну, наверное, только два раза вы на него попадали на этот праздник, да? Вроде да. Когда были маленькие, еще не смогли запомнить. В общем, это день, когда... Вы целый день тогда читали, да? Нет, к концу дня. К концу дня? Да. После ланча, наверное, да? Да. То есть, можно принести с собой свой любимый плед, можно принести свою подушку. И игрушку. И игрушку. Это тоже в этот же день, да? Ага. И тогда, значит, до обеда дети учатся, а после обеда они располагаются в классе, кто где хочет с этим пледом и подушкой. И они там валяются, как кони в огороде. И читают. И читают свои любимые книжки, рассказывают про свои любимые игрушки. Что еще такого безбашенного вы можете вспомнить, рассказать? Ну, они все там. Вчера Антоша ходил от школы все пятые классы. У нас четыре пятых класса в нашей школе. Ездили в филд-трип, это называется, да? Значит, их на автобусах вывозили в Лонг-Бич, в океанариум. Это очень большой океанариум. К сожалению, когда мы там были, мы еще и даже и не думали о нашем видеоканале. Но я думаю, что летом, скорее всего, мы туда пойдем еще раз. Потому что там периодически меняются, скажем так, экспозиции. То пингвины приедут, то еще что-нибудь. Вот, пойдем, поснимаем, тоже вам покажем, расскажем. Ну, а сейчас мы подъезжаем к школе и пойдем заснимем весь этот пижамный день. Посмотрим, кто в каких пижамах пришел. На первый свой пижамный день, потом мы просто въедем на канал. Катаринка решилась и в этот раз в пижаме не идти. Она уже у нас большая девочка, модница. У меня большая девочка. Молодежница. Мама сказала, что пижамный день. Ну, конечно, пижамный, мама же разбирается. Модница, хочешь. А я хочу. Нет, типа я не хочу. Нет, наверное, то, что мама сказала, я очень хочу сказать, что пижамный день. Можно не волноваться, да, Сашка? А если бы социального? И на отношениях. Будет не круто. Все будет круто, не переживай. Нет, если мы перепутали деньги. Так, аккуратно ноги высоко поднимаем, мокрая трава. Расстегни, чтобы было видно. Так, вот наша команда пижамная. Антошка, покажи свою пижамку. У нас Майнкрафт Антон. У нас Сашка Майнкрафт. У него прямо халат, пижама, все дела. Ну, а Катаринка сегодня решила не в пижаме. Ну, все. Наши расходятся. А мы пойдем Сашку проводим. Как вы видите, все детки идут в пижамках. Нет. Все, все, все. Пойдем посмотрим, как у вас там. О, мой богатый. А почему-то в школе нельзя. А мы аккуратненько. Аккуратненько? Да. Все, хорошего дня, зайка. Пока-пока. Все, Сашка пошел. Сейчас я вам покажу. Вот, видите. Это учителя идут в пижамах. Детки стоят в пижамках. В общем, сегодня у них будет праздник-праздник, веселый день. Детки стоят. Детки стоят. Здесь стоит. Подбойной. Саша причем. Сашка пошел на велосипед кататься. Привет! Для первоклассов вот такая игровая площадка, на которой они могут и на качельках кататься, и на велосипедиках. Все расчерчено, все разведено. На велосипедиках они могут кататься только по этой дорожке, которая ограничена красными полосочками. Они не должны за нее выезжать, это такие правила. То есть такой кривой круг нарисован, такая кривая трасса, и они по ней гоняют. А там перед вот этой вот площадкой, где качели, нарисованы специальные парковочные места, чтобы можно было поставить вот эти две сележки. Видно, велосипедики они туда загоняют, ставят, когда заново прогоняют. Раска погнал. Вот эти три мужчины, что перед, сейчас прямо перед камерой, они встречают детей, которых привозят на машине, которые родители не могут сами отвезти, в силу того, что они торопятся, нет времени, спешат на работу. Вот так вот подъезжает машина специальный кармашек. И они открывают двери, помогают детям выйти. Ну и к тому же еще сейчас трудно запарковать машину около школы, потому что практически все приезжают на машинах, за редким исключением тех, кто живет рядышком. Вот, поэтому с машинами напряженка с машинами местами, с парковкой. И вот есть такие вот три волонтера, которые встречают машины. Один из них, кстати, тоже в пижамных штанах ходит, вот этот вот мужчина. Вот эта девочка прямо как принцесса. Ну, практически все дети, которые сейчас идут в школу, практически все в пижамках. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ту-ту-ту. Продолжение следует... Что еще касается правил катания на велосипеде, можно сделать три круга и потом надо поставить велосипедик, кстати, вот туда в очередь, где сейчас сосуды стоят, и ожидать, пока прокатятся следующие. Очередные проехали три круга, они ставят велосипедик и так вот очередь все время движется. Ну все, это звонок. Сейчас детки все рассаживаются на бордюрчик. Вон там учительница пошла в синенькие пижамки. Это у них тоже такое правило, после звонка они ставятся, все успокаиваются. И потом, после того, как они некоторое время посидят, они строятся около классов и уже идут к классам и заняться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот вроде бы и все. Последние детки подъезжают, которые немножко опаздывают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был один из школьных дней, который называется «Пижамный день». Вот видите, этот мужчинка в пижамных штанишках тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда детям можно приходить в пижамах, для них это очень весело, прикольно. И, как я сказал, в американской школе все сделано для того, чтобы детям было весело, чтобы им было интересно бегать в школу. А вы были на канале «Наша жизнь в Америке» и «New Life is my Life». Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы. Мы будем рады поделиться с вами тем, что мы знаем. Всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Бай-бай. А сейчас мы с вами прокатимся по той дорожке, по которой можно ходить в школу пешком. Мне очень много задавали вопросов по поводу в каком мы районе живем, в спальном, не в спальном, как выглядят окрестности. Вот можно немножечко сейчас будет заглянуть в маленькие углы и в дворец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok